В социальных сетях несколько аккаунтов с именами соотечественников активно публикуют посты, обвиняющие в приграничном конфликте кыргызскую сторону. Часть фейков прикрываются именами известных политиков. Редакция Булак Кейджи проверила эти аккаунты и выяснила, что их ведут таджикистанцы. Пользователь по имени Танчтыкбек Намазбеков опубликовал пост о том, что боевые действия якобы произошли по вине Кыргызстана. Скажем сразу, это фейк. Гражданин Кыргызстана Танчтыкбек Намазбеков на видео рассказал, что не имеет никакого отношения к этому фейковому аккаунту. Что выдало таджикских фальсификаторов? Нехарактерный для кыргызстанцев стиль письма. Ни один соотечественник не назовет страну Кыргызстан. А в соцсетях и телеграм-каналах таджикского сегмента, напротив, нередко можно увидеть это слово. Постами фейк-пользователя активно делятся таджикские пользователи социальных сетей. На это и был расчет. Пользователи соцсетей также заметили клон кыргызстанского экс-чиновника Саатбека Эгембердиева в Facebook. Создатель фейк-странички ошибся при написании фамилии и вместо Эгембердиев указал Эгамбердиев. Он также обвиняет кыргызскую сторону в развязывании конфликта. Пост таким же содержанием распространили и от имени Калычбека Назарбаева. Профиль этот не новый. До вторжения Таджикистана в Кыргызстан его ввели на таджикском языке. И эта же страница распространяла фейк-заявление от имени Адахана Мадумарова. Фейковая страница Адахана Мадумарова создана три месяца назад. В этот же день фейк-пользователь загрузил фотографию обложки, где запечатлен глава ГКНБ Камчебек Ташиев при вылете в Баткенскую область 3 июня. У фейк-пользователя 8 друзей. 7 из них – таджики. 18 сентября с этого аккаунта было опубликовано видео, где на земле лежит окровавленная женщина. Пользователь утверждает, что она стала жертвой беспилотника Байрактар. Разумеется, это наглая ложь. Помимо этого, в сети активно распространяют текст, который якобы принадлежит Амадумарову. В нем также говорится, что стрельбу начала кыргызская сторона. И во всем виноват глава ГКНБ. Таджикский сегмент фейсбука, а также телеграм-паблики активно делятся этим текстом. Когда фантазии ноль. Есть еще один факт, на который стоит обратить внимание. 17 сентября активисты Кыргызстана записали видеообращение таджикскому народу. Вскоре в телеграм-канале «Таджикистан Ньюз» появилось обращение «мирного» в кавычках таджикского гражданина Саид Муракама Тутизода к иргызам. Лишь с той разницей, что заменены слова таджики на «кыргызы» и «рахмон» на «джапарова», а также «тиран-президент» на «тюремщик-президент». Вывод. Правда. Таджикские пользователи действительно ведут фейковые аккаунты под кыргызскими именами. Более того, делятся одними и теми же текстами. В том числе и занимаются плагиатом.